Слово Церкви 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 Светлана Степановна Зинченко Светлана Ну во-первых Что касается ремесла Я сторонник того Чтобы дети Независимо от Будущих там Трех или пяти Высших образований Кому сколько захочется Получить Действительно Учились какому-то ремеслу В свое время я поступил Так же Уже в девятом классе Я Получил профессию Закройщика обуви Конечно мне потом Это не понадобилось Но Я твердо всегда знал И у меня была уверенность Что Я имею профессию Я всегда могу Обеспечить себя Ну каким-то куском хлеба В любом случае это труд А труд облагораживает человека Он дисциплинирует человека Что же касается воспитания То Я попытаюсь Немного скорректировать Ваш взгляд на вещи Потому что Ну Немного Настораживает Ваше желание Никого не баловать И все во всем поступать Так как поступал Отец Игнатий Бончининов Ни в коем случае Не пытайтесь Пользоваться Воспитательными лекалами Девятнадцатого века Наш век Наши люди Взаимоотношения между детьми И родителями Совершенно иного характера Если вы попытаетесь Применить Вот эти воспитательные лекала Методики Способы Воздействия Девятнадцатого века Вы однозначно Проиграете Мой покойный духовник Известный курсский священник Протерей Анатолий Филин Всегда говорил Одну известную фразу Я часто к нему приходил с проблемами Поскольку у самого шестеро детей И много проблем возникает Он всегда говорил Надо душу отдавать детям Под этими словами Батюшка понимал Всецелую Отдачу себя Ребенку Это не та схема и модель Когда мы Отделавшись Исполнением Необходимых требований Обеспечением Детей Питанием Одежду Обувью Крышиной головой Считаем Что мы выполняем свои обязанности Больше Мы ничего не обязаны делать Да нет Оказывается обязаны Вы знаете Когда вы сможете Наказывать свое дитя Может быть даже строго Вот когда вы с ним будете играть в шахматы Когда с ним будете кататься на лыжах Когда будете дома с ним топить камин Когда будете играть в настольный хоккей Когда будете с ним делать уроки Вот тогда вы сможете его наказывать И он это наказание воспримет Как от любящего родителя Потому что Зная любовь к себе Он Его будет угрызать чувство совести Когда он будет поступать Против этой любви То есть Не уважая вас Или там Оговариваясь Или не слушая Не выполняя уроки Не выполняя ваше послушание Его будет упрекать совесть А если вы с ним не общаетесь Не отдаете ему душу А просто Покупаете ему одежду Пищу Красивые игрушки И говорит Играйся Радуйся жизни И делай вот это Вот это Вот это Да не будет он ничего делать Пока вы сами не будете принимать участие в жизни Взятьте вместе на велике Прокатитесь Возьмите лыжи в аренду Вон Маквей Покатайтесь на лыжах там Или где-нибудь еще в Курске Не в Курске Участвуйте в жизни Своего ребенка Проявляйте деятельную любовь Сходите летом куда-то в поход Чтобы ребенок почувствовал Что его родители Это не просто Формальные его представители Как сейчас в документах у нас пишут Во всех инстанциях А это не только те, кто его народил Но еще и те, кто Его понимают Любят Всегда готовы прийти на помощь И участвуют в его жизни Вот тогда, поверьте Ваше даже грозное суровое слово Никогда не причинит ребенку травму Наоборот, оно отрезвит, вразумит И наставит ее на путь истины Никто не говорил о том, что не нужно наказывать Я не сторонник полного отсутствия наказания Но одно дело Участвовать в жизни детей Другое дело их баловать Когда мы без конца выполняем все их капризные просьбы Покупаем все игрушки, которые хотят Когда комната завалена игрушками А ему хочется или еще и еще Конечно же это неправильно Надо знать меру во всем Ну вот для примера Возьмите, почитайте труды Известных педагогов Например Протерей Шиманский Вот есть такой батюшка Есть его замечательная книга О педагогике Есть книги хороших советских педагогов До того же Макаренко мы никуда не денем Это классика Отечественной педагогики По сути своей христианской педагогики Только без слова Бог Ни в коем случае нужно ориентироваться На арабские страны Арабский менталитет Арабы живут в совершенно Иной культурно-религиозной Культурно-исторической модели В арабских странах до сих пор Во большинстве работает Традиционная модель Это модель Где действительно Есть жесткая иерархия Где отец действительно Абсолютная глава семьи Где матери Матери Жены Исполняют В основном детородную функцию То есть Воспроизводят население И где Ну отец это по сути Как шейх Как маленький бог У себя в семье Вот В своем домашнем отчаге Сегодня В условиях Информационных технологий И вот этих Цивилизационных Вскачков Взрывов Особенно у нас В России Мы не можем Принудительно Насадить такую модель То есть Мы не можем Сегодня даже в школах Детей заставить слушать Детей слушают Того, кто говорит Очень интересно Рассказывает Очень привлекательно А чтобы быть интересным Надо иметь душу Чувство вкладывать Поэтому Сегодня наступило время Когда можно побеждать Только любовью И ничем иным Принуждением Монологом Сегодня уже Ничего не добьешься Только диалог Только любовь И самоотдача Только лишь Отдав человеку Свою душу Через любовь Можно что-то от него Потребовать взамен Можно к чему-то Его принудить Если вы любовь Не отдали То вы взамен Ничего не потребуете От современного ребенка Это абсолютная аксиома Современной педагогики Дорогие братья и сестры Время нашей программы Подошло К своему завершению Мы ждем ваши вопросы И вопросы священников Можно задать Через сайт Телеканала Сейм Сейминфо.ру Божье благословение Пусть пребывает Со всеми вами До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова